Все присутствующие и все бельчане знают мою позицию. Нам нужно прекратить уже такую традицию с корнями, превращать город в черкезовский рынок, превратить город, который сегодня у нас самая видная, все самые видные места в городе, сегодня они просто либо уже забиты существующими торговыми комплексами, либо те, которые сегодня, есть некоторые еще инвесторы, которые ждут, когда примар поменяется. То есть все уже в участке кто-то выиграл на аукционе право аренды, кто-то получил собственность. Я уже знаю, что среди некоторых, и на меня выходили с предложениями, что в крайнем случае вы хотя бы не шумите, потому что мы обещаем, что при вас мы строить ничего не будем, но когда вы переедете в Кишинев, мы вернемся к стройке, и это никак не отразится на вашем имидже. Хочу сказать всем этим так называемым инвесторам, что такой номер не пройдет. Во-первых, сегодня еще непонятно, где я буду больше находиться для некоторых, для меня понятно, если кто-то там считает, что усатый, ждет побыстрее досрочные выборы для того, чтобы переехать в Кишинев. Хочу вам сказать, что через неделю заканчиваю ремонт в Бельской квартире, она мне больше нравится в Кишиневской, и по расположению, и по ремонту, поэтому никуда я из Бельс не собираюсь уезжать. Сегодня люди должны увидеть, что универмаг выглядит универмагом. Я им сказал, ребят, я говорю, на время строительства хотя бы возьмите какой-то приличный баннер, «Люблю Молдову», «Бельчане любят свою страну», то есть никто не говорит, я говорю, ни в коем случае, не нужны там политические билборды на самых видных зданиях города. Это должны быть, не знаю, «Люблю Молдову», «Люблю детей», «Люблю спорт», «Все что угодно», «Только не грустное лицо Усатого», «Лянка» или, не дай Бог, Владимира Николаевича Воронина. Понимаете? Бельцы и Окнецы – единственные два города на севере Молдавии, где очень жестко руководство города, с руководством города согласовывается, что будет на этом билборде. Понимаете? То есть могли бы хотя бы ради приличия владельцы этих незаконных билбордов хотя бы повесить какое-то поздравление с Новым Годом. Могли это сделать от имени своей компании, не обязательно это делать от имени руководства города. Хочу отметить, что, да, был очень напряженный период, в течение первых пяти месяцев, сколько я руковожу городом, но мы обязательно вернемся и к вопросам бульдозера. У меня готов ответ. И касаемо танка, который раздражает господина Шалару, и касаемо некоторых других зданий, которые сидят, думают, ну, авось пройдет. Сегодня есть уже сданные объекты в эксплуатацию, значит, есть объекты, которые не успели сдать в эксплуатацию. Сегодня мы будем разбираться, как госпожа Коваль перед уходом, 10 авторизаций, да, по-моему, 10 авторизаций на игровые залы, на казино. А сегодня там кто-то пишет, что вот усатый пришел и подписал. Я не подписал ни одну авторизацию, и в жизни не подпишу ни одну. Пусть идут, жалуются, куда хотят. Сегодня устраивать в городе легальный грабеж, легализовать грабеж гражданам, я никому не позволю. И буду добиваться этого на уровне всей страны, зная, что этим не нравится. Хочу обратиться... Господин Гольберг у нас не присутствует, случайно? Нет ему, да? Не, ну мало ли, он же заслуженный строитель. Хочу сказать, что разговоры на тему, что вчера там Иди Звейторул, они либо покурили, либо не понимая, почему, чуть ли не лучшее решение. Вы читали вчера в интернете, что с точки зрения стратегии заняло первое место в Молдове руководство примария Бельц, так как отдало в конце всю канализацию. То есть, может быть, сами себя наградили, для того, чтобы сегодня сохраниться. Но те разговоры, которые доходят до меня, что там Гольберг и есть у него там великий болтной партнер, который считает, что в Бельцах они будут делать все, что хотят, то этого не будет. Я обещал людям, что по всем вопросам, касающиеся жизнедеятельности города, его внешнего вида, мы будем советоваться с людьми. Неважно, это будет проблема центрального рынка, это будет проблема остановок. Ребят, ну я все понимаю. Ну не могут быть все остановки в городе торговыми центрами, понимаете? А у нас сегодня так выглядят остановки, что можно уже отель как минимум на 4 места открывать на любой остановке, понимаете? И сдавать посуточно. Тем, кто сбежал из дома, понимаете? Поэтому нас ждет тяжелая, с одной стороны, работа, но я уверен, что мы решим все эти проблемы. Решим мы и с теми проблемными стройками, которые есть сегодня. Значит, я предлагаю конкретно перейти к тем вопросам, которые у нас есть. Здесь я представляю инвестиционную инициативу НОР и Вильфинсерова, которые предлагают построить на данном участке многоэтажный жилой дом. Проектное предложение предусматривает размещение жилого дома на участке незавершенного строительства с учетом вовлечения территории соседнего двора. Другой комплекс имеет 10 этажей, размещается ориентацией продвольной оси по направлению север-юг. В основном в этом комплексе будут 1 и 2-комнатные квартиры. И такая планировка позволит разместить здесь 60 квартир в этой зоне. Сегодня участок не освоен. Здесь только начали возводиться стены от прежнего дома. Понимаю, что в высотке у нас уже есть одна свеча в центре города. Сегодня свечки по городу я не против рассмотреть. Вот на Индепиденции в районе городского озера, где турецкая компания построила 10-этажный дом. То есть, либо это идет комплексно, грубо говоря, микрорионом из 12 домов образно. Понимаете? А когда один, где-то Шанхай, где-то пятиэтажки, то как это будет выглядеть? У меня вопрос к архитектору. Тем более, что вы подтвердили мысль о том, что можно строить, но когда это строится ряд домов многоэтажных. А одна свеча, там как это будет выглядеть? Потому что сегодня основная проблема в городе, это сегодня есть тысячи людей, которые нуждаются в социальном жилье. Есть люди, которые заслуживают это жилье. Я не верю в функциональность этого объекта, пока мы не решим все проблемы с прилегающими территориями. Это уникальный проект, потому что такого в Молдавии нет. Он застоплен из стеклопластика и выдала конструкцию. На самом деле, похоже на летающую тарелку. Здесь сверху стеклопластик, сверху стеклопластик на шести ножках где-нибудь стоять. Мы долго сажали этот проект, его везде кидали по городу. Но с таким участком, понятно, что сложно посадить. Пришли такое мнение, что здесь мы больше всего походим. Если рассматривать это никак. Не рассматривать как строение, а рассматривать как малая архитектурная форма, как малая архитектурная форма. Оно устанавливается так, как сейчас и так карусель на площади. Вот так же монтируется. А, какая-то ножка. Оно само по себе как малая архитектурная форма, где могут попасть люди и выходить. Вот в таком плане, оно может быть в этой панковой зоне. Да, он действительно не испаркивает, но имеет шанс на существование. На центральной остановке он смотрит все хорошо. Да. На крыше центральной остановке. На крыше центральной остановке. Я предлагаю рассмотреть вопрос увековечения памяти. Памяти классика не только русской литературы, но и, пожалуй, всемирной речи идет о Александре Сергеевиче Пушкине. Это том поэте, который часть своей жизни провел у нас в Молдове. Часть его творчества связана тоже с Молдовой. Да, у нас в городе есть улица Пушкина, да, у нас есть в городе теоретический лицей Пушкина, гимназия Пушкина, ну вот и все. Если мы еще установим бюст Пушкина, то я думаю, что оставим серьезный след потомкам, чтобы они помнили, кто такой был Пушкин и что он делал в Молдове. Мы хотели открыть уже готовый бюст к очередной годовщине дня рождения Пушкина. Это 1 числа июля. Поэтому переносим на следующее заседание, и там все. Утопиться. Продолжение следует...